друзья продали 3 туши то есть мы андрюха заколол 3 туши 3 туши все улетела от что осталось на второй день килограмм ну наверно 9 8 9 килограмм сала тоненького если мы его сейчас буквально день-два не продадим но какую-то часть мы продадим день-два а потом что останется дам на копчение и также четвертый кабасик того что мы саней сами шмалили и разделывали и полностью всего закоптили что осталось копченого вон там пару кусочков половина головы и тут вот три тоненьких и 1 голяшка ну тоже заберут просто день-два и заберут вот это все это по копчению я вообще не переживаю а по обычному салу ну тоже сейчас буквально сейчас начнем в холодильник его вкладывать он в тот холодильник и что заберут заберут не заберут на копчение и копченым заберут санька уезжая сейчас я ему отдаю вторую его зарплату опять раньше на пять дней и саня уезжающая за автобус уезжает в сторону крыма куда шо прошло ничего не говорит сказал приедет через пару дней зарплаты ему сейчас отдам и автобус уже позвонил водитель ждет сейчас его вывезу туда до заправки и проведем саньку говорит что вернется как вы думаете ваше мнение саня твои мне конечно надо съездить узнать попробовать давай сюда и туда купили квадрат трубу 40 на 40 и 30 на 20 это на нижнюю часть клеток 40 на 40 и 30 на 20 это мы посчитали на все перегородки металлические на клетки на низа клеток это коля афганец и вот смотрим сколько потрачено потрачено 9000 386 гривен то есть я сюда сюда вот допишу сейчас еще 10 тысяч это все затраты которые потрачено на сарай от начала до конца сюда записываю еще 10 тысяч сейчас друзья сюда пойдем расскажу вам что и как по сараю что сделал что доделаю что получилось что не получилось и нужен ваш совет не знаю правильно я делаю неправильно я делаю но я считаю правильно там скажете так не так перетаковать не будем значит смотрите тут у нас осталось получается я оставил три свинки три свинки два кабанчика два кабанчика вот первый вот этот боцман я его терминатор на пол такой сбитый плотный такой маленький на ходу маленький а сам такой сбитый и он второй кабанчик то тоже с метками сверху это я выберу выбирал где кабанчики чтобы когда с андреем выводили было проще вот этот кабанчик с буквой а сверху я рисовал букву а я его решил отдать так как у нас май месяц ровно год как андрей мне колец свинту слов кабасиков ровно вот как мы с андреем знакомы и ровно год как у меня вышло первое видео с андрея работой которые начали набирать его видосы очень хорошие просмотры поэтому я решил со своей стороны поступить следующим образом ему этот кабанчик сама больше нравится терминатор и я решил отдать ему терминатора в знак благодарности и как бы благодарочка за его интересный познавательный контент его видосы набрали на не знаем более наверное если все в кучу собрать более 15 миллионов только его так сказать умение работать с мясом с разделкой с вырезками как он работает и я со своей стороны решил знак благодарности отдать ему вот этого его который ему нравится терминатора у него веса ну где-то плюс-минус до 150 килограмм 150 где-то есть мы таких вот двух андрей колол по 150 килограмм этот кажется меньше на нас но сам по себе крупно свинка худая но длинная веке от разница куда я длинная маленький короче но весь битый такой сало у них на минималках поэтому вот это я так решил будет да не знаю правильно или нет но мне тоже много людей кто смотрит его видео по подписывали благодаря его работе и его умению работать поэтому как бы но кто подписался смотреть только андрей на работы поэтому я решил так как ну сколько мне дал контента интересного сколько там я его снимал монтировал выкладывал то есть я решил ему в знак благодарности а так сделать я думаю я правильно со своей стороны решил ну а вы мне скажете так не так центр новой водолаги саньку провели и дальше труды и обороны вот у нас всегда перед пасхой перед девятым мая делает ну чистят края дорог обочины где песок по намывала латают все ямки ты занимается здорово занимается порядком новой водолаги и так каждый год он автобус саню ждет вот саня на там крупными всего побежал все спасибо всем до свидания побежал на входы не уходы а так ну все давай все давай девчонка ждет плачет девчонка ждет и плачет а так друзья вон крымское направление у нас поехал куда поехал город сам сказал не разглашать ничего не говорить ну а мы дальше в бой там он два экипажа полиции поэтому поедем по правильному и покатилась он санька все пошку аром и покатилась жизнь моя копейка медная вот друзья записываем сюда до сарая еще десять тысяч тут напишем металл все это еще но плюс еще добавится сама скважина вода отопление ну то есть пока подсчет виду записываю все сколько стоит металл конечно кстати листовой металла хотел взять два на метр толщина двойка листовой металл получается 2000 гривен у нас это двойка толщина 2 на метр 2000 гривен поэтому я решил вот этот профиль 40 на 40 на низа и 30 на 20 на перемычки сейчас вам объясню почему я прошлом году на 6000 купил тонущим там металла то есть атакова трубки уголки разные там еще в одном месте тоже это же партия и этим самым я хочу обойтись на все остальные клетки наверхах где уже не надо там чтоб какие-то решетки и не надо что пара с это не провозили а здесь будет именно вот эта часть не зала так я вам нарисую сейчас как она будет вот к примеру сама стена но стена вот чтобы вам было понятно вот как у меня идет крыша вот так ну и здесь опять стена этой внутри вот у меня клетка к примеру метр я нижнюю часть профтруба 40 на 40 и через 50 сантиметров тоже профтруба 40 на 40 и 20 на 30 промежуточные вот эти для поддержки и это все зашиваю листом металла у меня есть солдеповская цинковка но чуть больше толщина мили больше чем или миллиметра там миллиметр чем-то и сюда я ее закручиваю и все вот эти ребра жесткости тоже сюда закручиваю и она будет держать а верха ну верха тут уже грубо говоря опять же третью бросаю или так просто вот на ну то есть вы меня поняли это и аналогично эта сторона так сама это проход то есть а так вот клетки это клетки промежуточной между клетками а передняя часть фасады где калитка там уже будут по-другому но будем то есть по факту действовать заранее не хочу говорить купил еще от электрода такие монолит попробую я такие не пробовал кругов купил на среднюю болгарку большой тяжело значит по котельне тут понятно тут нам пока ничего не надо мы котел пока не ставим нам она как бы не горит а так все сделали по котельне по кабинету свиновода по кабинету свиновода тоже почти все сделали много кто угадывал что будет на той полочке там по моему годов всего два человека что будет большой аквариум аквариум 200 и по моему 20 литров то есть большой тяжелый аквариум аквариум у меня уже наверное этот лет восемь я не пользовался у меня были там большие сомы потом сомики эти пропали и так он стоял пустой чистый с ракушками со все если меня еще отдельно башни есть подогрев подогревы всякие есть короче все есть аквариумом я раньше занимался это решил его сюда и уже за рыбок договорился сделаем освещение нагреем воду отстоит вода это и запустим рыбок по дивану диван тоже у нас дома давно уже мы его убрали как бы в сторону он стоял в зале и мешал на зале есть диван угол и этот как бы ни туда ни сюда потому что он стоял в спальне в спальню мы купили вот этот матрас как он ортопедический или какой но удобный вот этот спать и то есть тоже ждал он своего места сюда линолеум тот старый который в вагоне нашли в старом сарае кухня которая у меня стояла еще после ремонта ее стояло много у меня длинная была угловая кухня это старого образца позабирали кому какие ящики были надо поразбирали это у меня на улице стояло накрыто тентом я накрыл и эти ящики сами немного поразмакали но цирости макуха это дсп то есть но ящики более-менее сохранились сохранить можно тут шуклядку я подкрутил тоже сделал а сам фасад фасад именно шуклядки наружной части ящиков верхних ящиков вот такой и то есть я взял сам фасад начал облазить сильно я так его обдираю но что мог ободрала это буду греть и греть тентом ой тентом феном нагреве феном строительными вы легонько обдеру и думаю или покрашу или покрою поклею этой пленкой самоклейки красивой какой-нибудь там цветной или темно или или вскрою лаком с морелкой то есть это что касается фасада фасада на всю эту кухоньку вот смотрите к примеру как она все будет здесь я вырежу небольшой небольшой раковинку такую и опущу сюда рукомойник рукомойнику будет стоять уже кран с крана с сифона я уже вырезал куда пойдет канализацию и он сама канализация вставлю туда и все и когда сюда зашел помыл руки сел к примеру на диван не пьешь кофе мы тут и так уже пьем вот так если тут сел на диван сижу очень удобно то есть вот это фасад осталось переделать и все а по самом сарае по что касается кабинета я вам показал и меня спрашивает зачем кабинет в сарае то друзья простые вещи вот мы тут околим шмалим парим зайти когда холодно попить кофе отдохнуть там пять минут пересидеть 10 минут просто я пришел чистых вещах переоделся здесь будет вешалочка у меня переоделся грязные пошел туда сарай убирать убрал туда прямо вывез прямо будет дверь для тачек для вывода самих кабанов то есть в ту сторону не сюда благодаря опять же вам я все передумал да мне надо прямо дверь чтобы туда там запускать поголовье выводить оттуда тачки вывозить туда если надо а здесь чистота карма занести тут может какая бочка будет стоять и дров завести в котел то есть вот такое вот ася давай сюда ася ася вот так же не смотрите наш миганет под ворот и все кто-то ухватит и уже ищи свищи асенька ася аська 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 вот зараза то есть двери сделаю прямо для всей черновой работая это все будет тут такое чистовое по кухню по кухне по кабинету все принципе сделали я ничего не покупал на этот кабинет вообще ничего то есть все потратил вот две доски я сделал полку шалевку вот тут все с кусочков крепкую полку скрыли и лаком аквариум у меня был диван это тоже мой мы по диван и делали эту перегородку чуть даже хотели сначала 2 сделали 2 10 чуть дальше именно из-за дивана также кухню я вам показывал кто наблюдает и мне удобно на здесь какие-то полочки даже положить там допустим какие-то хохорюшки какие-то там отвертки всякие там полочка нужно или водка допустим шоклятка ну тоже что-то будет лежать тоже надо пусть она все надо вот так по самом сараю что я решил взял металл буду варить эти же нижние части и и сначала поварю вот эти нижние 50 сантиметровой высоты нижние перемычки перегородок клеток то есть вот к примеру половина вот вот здесь полметра к примеру сначала варю эти перегородки все маленькие по 50 сантиметров потом начинаю заливать чтобы каждая клетка заливалась индивидуально заливать будем вручную со всеми необходимыми добавками в бетон решили так потому что так значительно дешевле и дешевле не на тысячу не на 5 и не на 10 тысяч дешевле больше чем 15 тысяч гривен а мне как бы финансирование надо не только на бетон и еще на много чего поэтому и кроме сарая хватает своих расходов поэтому решил буду поварю сначала вот эти вот маленькие невысокие по 500 сантиметров перегородки между клетками то есть сами клетки решетки и залью каждую клеточку отдельно сделают все клетки будут залита отдельно чтобы как бы одна монолитная плита два на три было от у меня клетка 3 на 2 вот плита зальется 3 на 2 залилась монолитом 2 залилась монолитами каждая отдельно то есть будка как бы своего рода между ними она не будет большим пластом рваться трескаться не будут будет как каждая клетка отдельно как бы своеобразные термошвы то есть одна плита 3 на 2 6 квадратиков все залили 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 решил я так друзья так будет значительно дешевле и лучше то есть ну не то что улучшил конечно же бы к бетонну шум и ровняем говорим о том что и так понятно что жбк бетон есть жбк а самопал и самопал поэтому что есть то есть вот смотрите не света у меня здесь нету ничего нету вот как в сарае у меня светло и как сарае хорошо видно то есть мне когда-то писали мало окон тебе не хватит окон сарае будет темно ну вот смотрите сейчас день на улице день сарай светлый просто светлый это солнечная сторона и и налито наверно надо будет и прикрывать потому что тут жара в окно будет светить то есть атак света тут чего чего света хватает кстати по моим наблюдением сарай вот когда на улице сейчас уже у нас там минус плюс 15 то есть так уже на солнце жарко сарае холодры холодно сарай в кабинете еще холоднее от кабинет на улице тепло нормально там везде холодно то есть это говорит о том что сарай будет очень сильно теплый теплый не шума нет идет дождь шума нету то есть вообще хорошо шума изоляция тут вообще на высоте теплоизоляция тоже что у меня в стенах а то пишут и думают что просто я проф лист прикрутил это как бы является проф листик стенами нет друзья тут у меня получается с двух сторон два проф листа с этой бежевой стой под кирпичик два проф листа потом 10 сантиметров пинопласта и 2 2 утеплителя ну я скажу по-народному по подложка под линолеум под ламинат там 5 7 миллиметров тоже с двух сторон за проф листами идут с отражателями может отражатели и не надо было ну купил с отражателями где-то с отражателем где-то без отражателя то есть а так сарай получается очень теплый теплый и сам по себе очень крепкий грубо говоря без фундаментов стоит как вкопанный говорили мне прошлый год когда я начал это все строить когда ставить эти палки делать там сам веревками поднимать стропильную пару говорили что ты несешь что ты придумаешь он ляжет у тебя в первую же зиму друзья не лег зиму простоял без единой подпорки это я поры поставил в этом же году не лег поэтому как бы да по затратам смешные день я так сейчас сам даже смотрю по затратам вот этим затратам такой сара это кстати затраты вместе с этой бойней бойня тоже идет сюда бойня тоже входит сюда вот затраты на данный момент это уже с металлом 10000 90 113 114 114 500 124 500 но грубо говоря 125 тысяч мне осталось залить я куплю гранат сел это тысяч 6 и цемента 1000 на 3 я считал